Сквер на улице Верещагина для Марии Михайловны одно из самых любимых мест отдыха. Пенсионерка живет неподалеку. И здесь на скамейке вместе со знакомой она может обсудить последние новости. Так мне нравится ходить туда к фонтану, посидим, поразговариваем, дети бегают, слушаем, смотрим на детей. Другой раз пьяницы ходят ночью, так я в окно вижу. По словам местных жителей, шумные компании не могут обойти этот сквер стороной. Как результат – поломанные лавочки. Чтобы привести их в порядок, сотрудникам спецавтотранса пришлось приколачивать новые деревянные доски прямо на месте. Но большинство скамеек ремонтируют в мастерской. Скамейка снимается, везется на базу. У нас есть небольшой столярный цех, где плотник восстанавливает деревянные конструктивы на скамеек и уже выставляется на место своей постоянной дислокации. 50% – это повреждения либо из-за большого количества снега, либо при прохождении техникой для очистки тротуаров именно в парках и скверах. Но 50% – это чистый вандализм. Скамейки, которые зимовали в здании спецавтотранса, сохранились. Другие же приходится восстанавливать в рамках контракта. С конца марта коммунальщики уже привели в порядок более 40 конструкций. По словам рабочих, ремонтировать одну и ту же лавочку приходится по несколько раз в год. А вот расставлять некоторые скамейки по своим местам приходится еще чаще. Почти после каждых выходных, говорят специалисты. На площади химиков выставили скамейки на майские праздники. И после праздников обнаруживают, что они все поставлены в кучу в середине площади. На Ленина 159А в сквере за Радугой. Там очень любят скамейки горкой за чем-то ставить. Но, в общем, случаи такие у нас бывают. Даже бывает, что только-только отремонтируют скамейку, выставят ее, и вот она уже снова поломана. Сейчас в Череповецких скверах и на площадях установлены 730 скамеек и 1380 урн. В Северном районе за ними следит Вологодское рекламное агентство, руководитель которого несколько лет назад за свой счет установил 120 лавочек. Бизнесмену регулярно приходится восстанавливать конструкции. Найти злоумышленников удается не всегда. Чтобы привлечь их к ответственности, нужны свидетели и съемки с камер видеонаблюдения. Вот это я хочу. То, что создают, чтобы люди берегли и хранили. Потому что улица – это тот же наш дом. На данный момент пустует сквер на проспекте Победа-115 и часть привокзальной площади. Расставить лавочки по своим местам коммунальщики планируют ко дню Победы. Татьяна Жданова, Сергей Павлов. Новости.